Первое сентября Кадеты существуют в России с 17 века. Воспитанию кадетов присущ особый подход и вид образования, где не только красной нитью проходит тема патриотизма и ведется усиленная военная подготовка. Современные адепты этой формы обучения убеждены, что кадетская жизнь с юных лет дисциплинирует и приучает к самостоятельности. Мы тем самым пытаемся противостоять вот этому всеобщему повальному шайками-закидайством и приубедить молодое поколение, что они являются центром вселенной. Они не центры, они цепочка. Почти на целый год дети покидают свои дома и находятся в школе. Здесь организовано время так, что ученики постоянно заняты делом. Строевая подготовка – неотъемлемая часть обучения. Она развивает культуру поведения и приобщает к основному роду деятельности кадетского корпуса, к самоорганизации. Правильно учат строевой. У меня брат – капитан второго ранга, военно-морской капитан. Первый раз формировался бессмертный полк, и мы предложили городским властям, что впереди за Катюшей пойдет наша знаменная группа, 12 человек, не три, а трое. Он пришел посмотреть, как они ходят. Пришел и говорит, вот так ходят. Потому что, оказывается, когда говорят смирно, они обязаны встать, приготовиться к ходьбе. Это вот на носочках. Он говорит, как они все встали весь строй. Ой, я так порадовался. Красноармейская кадетская школа-интернат уникальна еще тем, что берет учеников даже начальных классов. Мало кто желает работать с малышами, но в 7 лет у человека закладывается фундамент на будущее. И этот период – самое важное становление личности ребенка. Я об этой школе услышал с интернета. Очень много всего слышал, читал и тому подобное. Почему я остановился на этой школе? Потому что здесь замечательные отзывы, замечательные подаватели. И такое воспитание по всем отзывам, которые все говорят, знаете, я не видел и не слышал. Первого сентября звонок звенит для всех одинаково, но для первоклассников особенно. Они вскоре впервые примерят на себя форму, войдут в режим и ритм жизни школы. А на линейке, по традиции, будущие выпускники дают напутствие будущим юнкам. Принимайте от нас эстафеты. Это путь не стоит вам пройти. Лучшей школы на всем мире нет. Пусть успехи вас ждут впереди. Уметь держать автомат, держать строй, нести с гордостью знамя – на самом деле малая часть из образования кадетов. Спорт – важная составляющая воспитания юного гражданина. Ученики показательным выступлением продемонстрировали свои навыки на торжественной части Дня знаний. Не так просто отпускать своих детей, но для родителей цена за отсутствие ребенка рядом оправдана. Ведь по итогу дети начинают еще больше ценить дом, семью и отношение к жизни в целом становится совсем иное. Мы просто его возвращаем на фоне жестокой современной жизни, социальной, в его нормальные психофизиологические параметры. Когда подросток с удовольствием, с уважением и интересом смотрит и слушает взрослого. Чего утрачено. Всестороннее образование кадетской школы дает возможность ученикам проявиться и в спорте, и в творчестве. Дети танцуют, поют, много читают. Заслуженные педагоги и учителя вкладываются в своих подопечных и делают из них целостных личностей. Если строго следовать вот таким вещам, то на выходе получаются парни, которых на выпускном жалкого отдавать. Мы все рыдаем. Мы говорим, господи, боже мой, такое счастье вырастили и уходят. И снова по кругу. Первый раз в первый класс. В 2021 году, после трудного 2020 года, школа вышла в стандарт по набору детей. Ряды стали стройнее, больше. А для юнг открывается новый мир. Мир кадетской школы, интерната. В добрый путь, ребята!